Не так давно мы уже говорили об этой проблеме в нашей программе. В ноябре прошлого года по проспекту Курчатова произошло ДТП. Автомобиль вырезался в рекламный щит, вследствие чего баннер принял наклонное положение. Позже выяснилось, что данная конструкция была незаконно установлена, и власти никак не могли её снести. Хорошо, что нашёлся смелый водитель, который ценой своего автомобиля помог администрации демонтировать рекламный щит. Казалось бы, проблема решена, но не тут-то было. До конца демонтажные работы не были доведены. Два огромных бетонных обломка всё так же оставались лежать на газоне в районе Курчатова, 36. Чтобы узнать, когда же проблема придёт к своему логическому завершению, мы отправили запрос. В нём мы попросили администрацию зато сообщить дату, когда куски бетона будут убраны с газона. Ответ нас, мягко говоря, поверг в изумление. Уважаемая Екатерина Евгеньевна, в ответ на запрос о демонтаже бетонного основания, на котором была размещена незаконно установленная рекламная конструкция, администрация зато Железногорск сообщает следующее. Вышеуказанный вид работ запланирован на летний период. После установления постоянных положительных температур, первый заместитель главы зато Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Александрович Сергейкин. Очень странно. Почему администрация говорит только об одном куске бетона, который ранее принадлежал рекламной конструкции? Значит, второй, непонятно откуда-то взявшийся кусок, так и останется лежать на газоне и портить природный ландшафт нашего города? Кроме того, непонятно, почему для уборки строительного мусора необходимо ждать летнего периода и плюсовых температур? С этими вопросами мы обратимся к главе нашего города и расскажем вам, в чем тут проблема.